В этом году в вузах Башкирии увеличилось количество бюджетников. Цифры выросли в основном за счет магистратуры. Итого осенью отправится учиться в университеты Башкирии более 10 тысяч бюджетников. Об этом и о других особенностях приемной кампании 2015 рассказали ректоры вузов Башкирии. Нужны люди, которые работают в социальной сфере, вот столько гостиниц, да? Нужны специалисты, новые специалисты для производства. Мы сегодня уже испытываем дефицит кадров на специалистов на начальное образование, дошкольное образование. Детские сады построили, оптимизация завершилась, пошел дефицит, да? Это вот с нашей стороны. Но они хотят, конечно, все в МГИМО, но в МГИМО мест не хватает, поэтому считают, что нужно пойти в экономисты и юристы. Все еще тенденции есть. Где-то три человека на место по университету. По заявлениям, конечно же, это больше, потому что каждый абитуриент имеет возможность подавать заявление на три направления или специальности подготовки. По многим направлениям специальности у нас есть целевой прием, и он большой. Этот прием связан с подготовкой специалистов для ОПК, оборонно-промышленного комплекса. Грубо говоря, 100 мест приема, 80% – это целевой прием, на 20 мест заявлений очень много. Можно ли считать, что конкурс большой? Наверное, да. Еще одной особенностью этого года стало то, что абитуриентам надо предоставлять не только результаты ЕГЭ, но и свое портфолио, где зафиксированы основные достижения поступающего, например, спортивные награды или участие в различных олимпиадах. Традиционно будет зачисление в два этапа, но в отличие от всех предыдущих лет, что на первом этапе, вот 4 августа будет приказ, будут зачислены 80% бюджетных мест. 20% оставляется на второй волну, на 7 августа. Обязательное условие – это принести оригинал документов образования. Такое нововведение стало необходимым, потому что многие абитуриенты подавали документы сразу в несколько вузов страны. И когда результаты поступления становились известны, многие из тех, кто находился в верхушке рейтинга, уезжали в другие регионы, из-за чего возникала путаница. Одной из основных проблем республики является утечка мозгов. Традиционные выпускники школ, которые набрали наибольшее количество баллов на экзаменах, предпочитают поступать в университеты Москвы и Санкт-Петербурга. А теперь это стало еще доступнее. Ведь результаты ЕГЭ можно отправлять во все вузы России заочно по электронной регистрации. – Количество абитуриентов по стране сокращается почти в два раза. А Москва, как пылесос, всегда выкачивала из регионов огромное количество абитуриентов. И я знаю не один десяток примеров, когда золотые ребята уехали, через год они уходят на заочное отделение, а затем бросают обучение и возвращаются сюда. – Зачем это нужно делать? Ведь это можно сегодня получить, вот как сказали, классическое академическое образование у нас. Если есть потребность совершенствоваться в магистратуре, можно выехать в любой другой вуз России и мира. – Как Вы считаете, почему наши школьники уезжают учиться в Москву, в Питер? – Ну, я думаю, что там качество обучения, возможно, лучше. – Ну, в Сима охота, наверное, в крупных городах учиться может. – Употребление к чему-то более высокому, потому что там конкуренция выше, там люди абсолютно другие, но это просто другое место, другой мир. – Образование везде одинаково, у нас в Уфе неплохое образование. – Мы не хуже Питера и Москвы, это они только мы, мы, мы выставляются. Амбиции у них больше, выше крыши. – Ну, я не считаю, что, например, наши университеты отличаются по уровню образования от московских, но как-то другой уровень все равно. – Спасибо.